КИРИЛЛ ТЕСЛЕНОК ГРАФ БУЛГАКОВ КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ АНОМАЛИЯ ОРХИДЕМОН ГЛАВА ПЕРВАЯ СТАРЕЙШИНА Сияние зелёного портала отбрасывало причудливые отблески на пол, стены и потолок. Ангел спряталась среди половиц. Она просунула наружу кончик щупальца, чувствительного к светоносному излучению, и внимательно наблюдала за происходящим. Она оставалась незамеченной и впредь собиралась себя не выдавать. Аномалии Мара и Трок внимательно смотрели на человека, вышедшего из зелёного портала. «Ну, так и будете молчать?» — спросил он и отбросил с головы капюшон. Длинные золотистые волосы рассыпались по его плечам. На вид ему было лет сорок. Внимательный, цепкий взгляд голубых глаз словно сканировал лица мутантов. Правильные и красивые черты лица этого человека намекали на его возможное аристократическое происхождение. Под плащом он носил военный мундир синего цвета, без опознавательных или отличительных знаков. Покрой мундира отличался от того стиля, что был принят в Российской империи. Возможно, мужчина был иностранцем, однако с мутантами он говорил на правильном, идеальном русском. Словно был носителем языка и с детства разговаривал на нем. «Старейшина», — поспешно произнесла Мара. «Мы заметили над городом очень много военных вертолетов. Военные люди что-то как будто бы задумали. Мы опасаемся за нашу общину». «Это может плохо кончиться», — добавил трог. «Может быть, нам стоит спрятаться?» Мужчина на мгновение задумался. В этот момент где-то за окном раздался рокот приближающихся вертолетов. Кажется, несколько машин пролетело прямо над зданием, направляясь куда-то по своим делам. Золотоволосый старейшина нахмурился, и он подошел к окну, выглянул наружу, и некоторое время смотрел куда-то в небо. Когда гул вертолетов затих где-то вдали, он покачал головой и повернулся к обоим аномалиям. Они, кажется, переполошились из-за архидемона. Задумчиво произнес он. «Но почему?» — удивился трог. «Из-за последнего колебания. Архидемон иногда так бузит. Дело привычное». В этот раз это было необычное колебание. Златовласый мужчина покачал головой. «Я думал, что они не заметят. И примут это за обычное энергетическое колебание, что периодически случаются в архидемоне». Но, кажется, их приборы за последние годы стали куда точнее и изощреннее. «Эх, как бы Романов не наделал глупостей». Мужчина сокрушенно вздохнул и нахмурился. На его лице появилось выражение глубокой обеспокоенности. Его взгляд затуманился, словно проникал куда-то в далекие дали, недоступные простым смертным. Как будто он пытался просчитать грядущее и понять, что же их всех ожидает. Глядя на этого странного мужчину, которого аномалией называли старейшиной, ангел поймал о себя на странном ощущении. Своими манерами двигаться и говорить, мужчина ей кого-то отдаленно напоминал. Но ангел могла поклясться, что видела его впервые. «Кого же? Кого он ей напоминает?» «Старейшина, что же с нами?» – нетерпеливо произнесла Мара. «Да-да-да», – вторил ей трог своим ракочущим басом. «Люди не захотят причинить нам зла». «Не беспокойтесь», – золотовласый мужчина отмахнулся. «Я все предусмотрел на этот случай. Просто уходите под землю и прячьтесь в катакомбах. Вас там вовек не найдут». «Хорошо, старейшина», – послушно произнесла Мара. От волнения резкие щелкающие звуки, которые она издавала, стали еще громче. «Раз уж вы здесь, старейшина», – вкратчего произнес трог. «Может быть, вы посмотрите на тех двух новеньких». «Да, было бы очень неплохо», – вторила ему Мара. «В этот раз особо буйные попались. Сдерживать их очень трудно, клянусь тот хазом». Мужчина резко нахмурился. В его глазах на мгновение сверкнул гнев. «Я же говорил», – резко произнес он. «Не упоминайте при мне это имя». Мара и трог одновременно втянули головы в плечи. «Простите, старейшина», – прошептала робко Мара. «Мы ненарочно». «Да, да», – закивал трог, его голос напоминал рог от падающих камней. «Не специально мы. Слишком трудно побороть эту привычку. Она как будто въелась». «Ничего страшного». Голос мужчины смягчился. «Показывайте, где там эти ваши новенькие». Мара и трог повели мужчину прочь из комнаты. Ангел, с недаемое любопытством, незаметно последовало за ними. Аномалии отвели старейшину в подвальные помещения, расположенные глубоко под основным зданием. В прошлом здесь, кажется, располагались разные технические помещения, коридоры, ведущие в паркинг, а также разные небольшие магазинчики, парикмахерские и прочее, прочее, прочее. Сейчас же все это выглядело заброшенным и забытым. Ангел с любопытством глазела по сторонам, запоминая дорогу, а также все детали, которые могли бы оказаться важными. Мара и трог подвели старейшину к большим металлическим дверям, которые охраняли еще две аномалии. Это были здоровяки звероватого вида, покрытые чешуей и чем-то напоминающие полулюдей-полуящеров. «Старейшина!» – прошипели ящеры при виде мужчины и склонились, выражая почтение. «Привет, ребята! Не нужно поклонов!» – улыбнулся им старейшина. Он даже поднял руки перед собой в миролюбивом жесте. «Нам нельзя иначе, старейшина!» – произнесли ящеры. «Всем, что у нас есть, мы обязаны вам!» В их голосах чувствовалась любовь и даже обожание. Старейшина пользовался у местных странных обитателей непререкаемым авторитетом. «Откройте двери!» – приказала им Мара. «Старейшина желает видеть новеньких». «Это опасно!» – прошипел один из ящеров. «Эти новенькие жуть какие буйные! Они не упустят возможность наброситься!» Второй ящер указал на вмятую чешую у себя на боку. Его как будто легнуло что-то мощное и парнокопытное. «Ничего страшного!» – улыбнулся старейшина. «Я смогу постоять за себя!» Один из ящеров достал из-за пояса звенящую связку ключей и отпер дверь. За проемом сгустилась непроглядная темень. Ничего нельзя было разглядеть. «Оставайтесь тут!» – равнодушно произнес старейшина и шагнул прямо в темноту. «Не забудьте закрыть за мной двери!» Аномалии поспешили выполнить его приказ. Железные створки захлопнулись за спиной старейшины с громким лязгом. Мара и Трок неуверенно переглянулись. «Ты уверена, что со старейшиной все будет хорошо?» – спросил Трок. «Эти двое новеньких. Говорят, просто что-то с чем-то». «Старейшина всегда справлялся», – уверенно произнесла Мара. «Он знает, что делает». Ангел, которая все это время пряталась под полом, выставив наружу светочувствительные щупальца, с любопытством придвинулась ближе к металлической двери. Ей уж очень хотелось узнать, что же происходит там, за закрытыми створками. И в этот момент из-за двери раздался оглушительный рев. Металлические двери задрожали, словно собираясь слететь с петель. По стенам прошла вибрация, отдаваясь неприятным сосущим чувствам глубоко в позвоночнике. Все четверо мутантов ощерились, ящеры выпустили когти и клыки. У Трока по всей поверхности тела выскочили острые каменные шипы. Он сжался в клубок, словно еж, заметивший опасного врага. Мара зашипела и защелкала громче прежнего. Ангел застыла под полом, не зная, что ей делать дальше. С одной стороны, хотелось посмотреть, что там происходит внутри помещения за закрытыми дверями. А с другой стороны, пусть лучше этот старейшина сам со всем разберется. Пока ангел размышляла, жуткие звуки стихли сами собой. Наступила полная тишина, отчасти даже зловещая. Аномалии с напряженным видом смотрели на двери, не произнося ни слова. Наконец металлические створки распахнулись, как будто бы сами собой. Наружу из помещения вышли две весьма странные девушки-близнецы. Драконитки. Они выглядели как люди, но их тела покрывала мелкая красноватая чешуя. У них были крылья, рога и хвосты. А еще они были поразительно красивы и почти одинаковы. Их фигуры были стройными и мускулистыми. Их осанка воплощала саму грацию. Их лица выглядели симметричными, с правильными чертами. Пронзительные янтарные глаза близняшек светились, выделяясь на фоне красноватой кожи лиц, придавая им неземной, но грозный вид. Их волосы, похожие на клубы дыма и пламени, были красными и пышными, спадали до плеч волнами. Два изогнутых рога торчали из макушки их голов, сверкая как полированная сталь. Из-за их спины виднелись большие перепончатые крылья. Несмотря на свирепый вид, драконицы-близнецы обладали пленительным шармом, гармоничным сочетанием грации, силы и дикой красоты, которая была просто очаровательна. «Приветик!» – хором протянули они, дружелюбно глядя на аномалии. «Простите, что вела себя в прошлом очень плохо». На их шеях ангел заметила два металлических ошейника. «А можно это снять?» – девушки произнесли это одновременно, указав синхронным движением на свои ошейники. «Это должен решить старейшина», – хмуро произнесла Мара. «Кстати, где он?» Старейшина, слегка пошатываясь, вышел из тьмы помещения. Его лицо заметно осунулось. Он выглядел уставшим. Даже слегка пошатывался, как будто пробежал стометровку на время. Дыхание с хрипом вырывалось из его рта. «Вы в порядке, старейшина?» – Мара бросилась к нему. «Да, все хорошо». Тот жестом остановил ее. Пришлось потрудиться. Новенькая оказалась не из простых. «Да, я такая», – синхронно произнесли девушки, широко улыбаясь. «Я бы сказал, что это уровень угрозы, как минимум, лихо», – задумчиво произнес старейшина. «Вы мне льстите», – девушки, продолжая говорить синхронно, широко улыбнулись. «Лихо, ого», – воскликнул трог. «Настолько сильных членов общины у нас еще ни разу не было». «О, правда? Значит, я буду сильнейшей среди вас?» – снова одновременно воскликнули девушки. «Это же прекрасно. Может быть, тогда я стану главной в общине? В отсутствие и старейшины, разумеется». «Сперва вы обе должны доказать свою лояльность общине», – произнесла Мара, недовольно глядя на девушку. Кажется, ей очень не понравилось наглое и самоуверенное поведение новеньких. «Ошейники снимем со временем, при условии хорошего поведения». «Ну-у-у», – недовольно протянули девушки. На Мару они смотрели явно не очень дружелюбно. «Почему так строго?» «Таковы правила, по которым живет наша община. Правила, которые установил старейшина. Только благодаря строгому соблюдению правил мы сохраняем разум. И мы совсем не такие, как те безумные звери, которых люди называют аномалиями», – сказала Мара на одном дыхании и выразительно посмотрела на девушек. «Если вы хотите жить с нами, то вам придется подчиниться нашему укладу. А почему это ты ведешь себя так, как будто ты здесь главная?» Девушки дерзко посмотрели на Мару. Та с возмущением заскрипела и зашипела. Она явно не могла принять такое неуважительное отношение, особенно от новенькой. Новеньких трог и ящеры настороженно следили за разговором, но попыток вмешаться не делали. «Тише, тише, дамы!» – старейшина поморщился, словно от головной боли. «Ссоры – это последнее, что нам нужно. Постарайтесь подружиться и найти общий язык. Это очень важно для выживания общины». «Да, старейшина». Мара, издав несколько щелчков, послушно наклонила голову. «Да, конечно, старейшина», – в один голос произнесли девушки, тоже наклонив голову. Авторитет золотоволосого человека ни у кого не вызывал сомнений. «Как тебя зовут, дитя?» – ласково спросил старейшина у рогатых девушек. «Ты же ведь одна личность, верно?» «У меня больше нет имени старейшина», – произнесла девушка. «В прошлой жизни я была сёстрами-близняшками. Но после того, как я превратилась в аномалию, две мои личности сплавились в одну. Так что ни то, ни другое имя меня настоящую больше не отражает. У меня теперь два тела, с общим разумом. Мы не можем надолго разлучаться. Если одному телу сделать больно или приятно, второе это сразу почувствует. «Как всё сложно», – старейшина покачал головой. «Что ж, тогда тебе остаётся придумать себе новое имя?» «Я бы хотела, чтобы вы выбрали его для меня, старейшина». Щёчки девушек мило покраснели, когда они смотрели на золотоволосого мужчину. Старейшина на мгновение растерялся. «Честно говоря, я очень плохо придумываю имена», – признался он. «Каждый раз, когда стараюсь выдумать что-то толковое, получается какая-нибудь глупость или банальщина. Думаю, теперь, когда к тебе вернулся разум, тебе лучше выбрать для себя самой новое имя. Либо просто его придумать. Как сделали это другие члены нашей общины?» Мара что-то недовольно прощёлкала себе под нос. Отдалённо щелчки напоминали что-то вроде «Наглая сучка», но лишь очень отдалённо. Заинтригованная ангел задумалась. Что ей делать дальше? Продолжать наблюдение или же вернуться к хозяину? Александру Булгакову будет весьма интересно узнать о том, что же здесь происходит. Эта загадочная община аномалий – объект, достойный самого глубокого изучения. Не говоря уж про этого странного старейшину, который явно знает больше, чем все остальные вместе взятые. Задумавшаяся ангел пропустила момент, когда старейшина резко наклонился к полу. Щепотью пальцев он поймал самый кончик щупальца, который ангел выставил наружу для наблюдения. Резким движением через маленькую щёлочку он вытащил всё отражение наружу. Это произошло так быстро, что ангел даже не успела отреагировать. Только что она сидела в укрытии в безопасности, а вот уже болтается в воздухе удерживаемая за щупальца. Аномалии и мутанты в шоке уставились на отражение, не понимая, что же это такое за чудо вдруг явилось им. Кажется, они совершенно не ожидали увидеть прямо здесь и сейчас что-то подобное. «Что это?» — удивлённо произнёс рок. «Это тоже новый кандидат на вступление в общину?» «Нет», — хмуро произнёс старейшина, его хватка была цепкой и твёрдой как никогда. «Это отражение!» Вот уж не ожидал увидеть здесь что-то подобное. Он резко встряхнул ангел. «Зачем ты шпионишь за нами?» — резко спросил он. «И где твой хозяин?» Глава вторая. Свобода или плен? Ангел беспомощно дёргалась в хватке старейшины. Отражение всё ещё не восстановило все свои силы и сейчас выглядела как большая розовая кошка. Золотоволосый мужчина крепко держал её за щупальце, растущее из её холки. Таким образом котята не дёргаются, когда мать их куда-нибудь перетаскивает. Как известно, у кошек в холке находится особая зона, которая включает инстинкт — обездвиживание. И на ангел, кажется, это тоже распространялось. «Ня-а-а-а!» — жалобно протянула она. «Старейшина, может быть, вы успокоите её?» — предложила Мара. «Как и новеньких до этого. Новенькую!» С недовольными моськами поправили её близняшки скаля острые клыки. Белоснежные и блестящие. Они сделали бы честь любому вампиру. Мара демонстративно игнорировала драконидок, даже не смотрела в их сторону. «Нет, это исключено!» — старейшина покачал головой. «Это из-за того, что она — это самое, как вы сказали, отражение?» — спросил трок с любопытством, глядя на ангел. «Это не вариант», — хмуро произнёс старейшина, не вдаваясь в подробности. «Я не пойду по такому пути». «Но почему старейшина?» — удивлённо произнесла Мара. «Что такого особенного в этой розовой аномалии?» «Это долгая история», — отмахнулся старейшина. «По каким-то причинам он не хотел успокаивать ангел». Слово «успокоить» прозвучало в данном контексте весьма зловеще. «Имеется в виду физическое устранение? Или же с ангел хотят сделать то же самое, что и с близняшками? Раньше они вели себя крайне буйно, но после встречи со старейшиной стали милыми и послушными. «Отвечай на вопросы!» — старейшина легонько встряхнул ангел. Та что-то невнятно пробормотала себе под нос. «Громче!» — старейшина приблизил ангел ближе к себе. «Говори чётче и громче!» «Ня-а-а-а!» — оглушительно заверещала ангел и тяпнула старейшину прямо за нос. Тот дико заорал и отшатнулся. Его нос покраснел, на нём остались отчётливые отпечатки кошачьих зубов. Ангел вывернулась из его хватки, проскользнула между ног ящероподобных стражников и бросилась на утёк. «Что стоите, дурачьё!» — оглушительно закричала Мара. «Не дайте ей уйти!» «Она и не уйдёт!» — спокойно произнёс старейшина, потирая укушенный нос. Он сделал едва заметный жест рукой. Ангел переговоры уже особо не интересовали. Она неслась вперёд на всех парах на первой кошачьей космической скорости. Может быть, обычную кошку рано или поздно сумели бы зажать в угол, особенно в подвале с замкнутым пространством, где количество свободных коридоров ограничено. Но она-то была необычной кошкой. Она умеет проходить сквозь стены. Сейчас она просочится сквозь толстую бетонную кладку и попробую её поймать. «Ой, какая милая киска!» — внезапно раздался совсем рядом голос драконитки. Или драконидок. «Поймаю, поймаю, поймаю, поймаю!» Одна из близняшек появилась перед отражением, как будто прямо из воздуха. Вряд ли это была телепортация или что-то подобное. Скорее всего, близняшка двигалась на какой-то запредельной скорости. Не стоило забывать, что её уровень угрозы оценили как лихо. Это означало, что она на порядок превосходила всех тех противников, с которыми ангел сталкивалась ранее в этом мире. Драконитка бросилась к ангелу, протягивая к ней руки с растопыренными пальцами. Но отражение тоже было не лыком шито. Она взмахнула хвостом, и тот удлинился на глазах, превращаясь в длинное щупальце. Она взмахнула им и мазнула драконитку прямо на глазах. Та быстро заморгала, её глаза заслезились. На пару мгновений одна из близняшек оказалась полностью дезориентирована в пространстве. Воспользовавшись этим, ангел проскочила мимо неё и бросилась к ближайшей стене. Осталось всего несколько рывков, и она спасена. Где-то за метр до серой поверхности бетона ангел прыгнула, вытягивая в прыжке своё длинное кошачье тело. Она была готова нырнуть в стену прямо как рыбка, полностью погрузившись в это бетонное море. Но по какой-то причине стена её не пропустила. Ангел со всего размаху впечаталась в стену, сложившись до состояния гармошки. Её моська стала плоской, отпечатав шершавую поверхность стены со всеми её шероховатостями и выбоинами. Бееее... Я же сказал, никуда она не уйдёт. Ухмыльнулся старейшина, продолжая делать странные пассы руками. Киса, киса, киса... Близняшки-драконитки были уже совсем рядом, протягивая к ангел свои когтистые руки. Другие мутанты лишь на самую малость отставали от них. Ангел поняла, что еще чуть-чуть ее схватят. По какой-то причине она больше не могла ходить сквозь стены. Как будто ее тело из духовного аспекта по какой-то неведомой причине стало чуть более материальным. И физические объекты стали для нее серьезной преградой, как и для людей. Вот же засада! К счастью, ангел заметила широкую трещину аккурат на стыке стены и пола. Розовая кошка уменьшилась до минимально возможного размера, скрутившись в тонкую нить. Словно червяк она просочилась через эту щель и поползла прочь. За ее спиной раздались возмущенные крики старейшины и аномалий. «Не видать вам пушистого кошкиного хвостика, как своих ушей!» Трещина вывела ее в соседний коридор. Ангелу это место уже было знакомо. Они раньше проходили здесь вместе со старейшиной, марой и троком. Когда шли к дракониткам-близняшкам, ориентируясь по памяти, ангел бросилась в обратном направлении. Она все еще по какой-то причине не могла проходить сквозь стены и не вполне понимала, с чем это может быть связано. А что, если это дело рук старейшины? Вдруг он владеет магией? Очень мутный и подозрительный тип. Он как будто вообще не из их мира. Александр Булгаков должен обязательно узнать обо всем этом. Хозяину такая информация однозначно пригодится. И поэтому ангел активно работала всеми четырьмя лапами, пробиваясь назад к поверхности, к выходу. Периодически ей на пути попадались другие аномалии и мутанты. Они удивленно смотрели на нее, не понимая, откуда здесь взялось это странное юркое животное. Да еще и такого милого розового оттенка. Иные пытались поймать ее, тянули к ней свои жуткие лапы. Но им не хватало ни ловкости, ни проворства, ни реакции. Ангел без проблем избегала всех ловушек и сетей. Постепенно она продвигалась все выше и выше, с каждой секундой и с каждым прыжком, все ближе приближаясь к выходу на свободу. Звуки погони постепенно затихали за ее спиной. В конце концов, ангел удалось выбраться из здания и оказаться на улице. Высокое строение гудело, как потревоженный улей. Кажется, аномалии общинники поняли, что упустили кого-то очень важного. Но было уже поздно. Ангел вырвалась из их когтистых лап. Теперь она благополучно вернется к хозяину и передаст ему всю добытую информацию. А уж Александр Булгаков, конечно, придумает, что со всеми этими добытыми сведениями делать. На то он и умный, чтобы думать. А она скромная, но очень талантливая исполнительница, способная положить всех врагов на обе лопатки. Ха-ха и даже ня. — Попалась! — раздался над ухом ангел знакомый голос. А в следующую секунду ее за шкирку сгробастала уже знакомая рука. Лихие драконитки таинственным образом оказались здесь. Да так, что ангел не заметила их приближения. Одна из них подняла ангел на уровень лица. Обе сестры весело улыбались, глядя на свою добычу. — Какая она миленькая! — с умилением произнесли близняшки хором и принялись в две руки гладить очумевшую от такого наплыва нежностей ангел. — Какая же она хорошенькая! Вырваться у ангел не было уже никакой возможности. Аномалия уровня лиха была слишком быстрой и сильной, чтобы выпустить пойманную добычу. Ангел была все еще слишком ослаблена, чтобы дать нормальный отпор. Однако внезапно произошло то, чего ангел ну никак не ожидала. Внезапно близняшки с заговорщическим видом, оглядевшись по сторонам, поставили ангел на землю. И легонько толкнули под жопку, как бы намекая, что путь свободен. — Ня! — с подозрением протянула ангел, совершенно не понимая, что происходит. — Это что, какая-то хитрая ловушка или издевка? — Я просто хотела тебя потискать! — с улыбкой произнесли близняшки в унисон. — Ты очень миленькая подружка. У меня в прошлом, кажется, была похожая кошечка. — Ня! — ангел была настолько ошарашена происходящим, что даже не торопилась убегать, хотя путь был уже свободен. — Ты знаешь... Драконитки с задумчивым видом указали на свои ошейники, блестевшие на их шеях. — Одна девушка уже потеряла свою свободу. Так хотя бы ты постарайся сохранить ее. — Ня! — ангел махнула лапкой, как будто бы предлагая драконитке идти вместе с ней. Но странные близняшки с единым разумом покачали головами. — Мои тюремщики вообще не община и не старейшина, — сказала она. Или, может, они? — Я очень благодарна им за то, что они меня спасли и излечили от того жуткого безумия. Ты знаешь, что такое полностью потерять себя? — Ня! — ангел неопределенно пожала плечами. Подобное состояние ей, разумеется, не было знакомо. — Когда я стала аномалией, все, что мне хотелось, — это убивать и терзать людей, — сказали драконитки в унисон. — Я очень благодарна, что старейшина теперь избавил меня от этого безумия. Но я боюсь, что оно может снова вернуться ко мне, если я покину общину. А я этого не хочу. Не хочу становиться безумным монстром, каким было раньше. Так что эти два ошейника — вовсе никакое не рабство. А мое спасение от куда худшей участи. — Ня! — ангел была полностью сбита с толку таким откровением. Издалека послышались крики. Кажется, к ним кто-то приближался. — Беги скорее! — сказали драконитки. — Пока нас не увидели вместе. — Ня! — ангел кивнула и, распушив хвост, бросилась прочь. Драконитки с легкой грустью смотрели ей вслед, потирая свои ошейники. То ли символы рабства, то ли путь к настоящей свободе. — Простите, старейшина! — печально произнесла Мара. — Кажется, мы ее упустили. Старейшина сидел в кресле в зале совета. Горящие факелы бросали на его лицо причудливые пляшущие тени. — Ничего страшного! — спокойно произнес он, что-то вертя в пальцах. Меня особо не интересует это хитрое отражение. Куда интереснее мне его хозяин. — Но как мы найдем хозяина, старейшина? — удивленно произнес строк. Их обоих наверняка уже и след простыл. — Нет, он вернется. И очень скоро. — задумчиво произнес старейшина и что-то поднес к лицу, внимательно рассматривая. — Почему вы так уверены, старейшина? — хором спросили трок и Мара. — Ему придется вернуться, — отрешенно произнес старейшина. В своих пальцах он разглядывал несколько розовых кошачьих волосков. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!